Добрый вечер! Мы снова в мире личных денег и сегодня мы вам расскажем о важных финансовых новостях и о различных финансовых инструментах. Национальная валюта. Куда покатится российский рубль? Банковские активы. Чем нам поможет знание ресурсов банка? Биржевые новости. Европа стабилизируется, котировки растут. По данным Управления информации и аналитики мэрии Самары, на 1 июня официальный уровень безработицы составил 0,58% от численности населения в трудоспособном возрасте. По городу уровень безработицы составил 0,67%. Наивысший уровень безработицы отмечается в Самарском районе, наименьший в Красноглинском. Уровень официальной безработицы в целом по Самарской области 1,3%. Число граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения Самары, составило 5,116 человек. Из них с официальным статусом безработного на учете состоят 4,115 человек. В то же время в банке данных городского центра занятости имеется более 14,5 тысяч свободных вакансий. Среди них доминируют рабочие специальности. Минфин хочет внести ряд поправок к статье 861 Гражданского кодекса. В первую очередь планируется запретить физлицам расплачиваться наличными, если стоимость товара или услуги превышает 600 тысяч рублей. Вторая поправка обяжет любую торговую организацию обеспечить возможность для потребителя платить в безналичной форме, например, через платежные карты. Минфин предлагает ввести поправки с 1 января 2014 года. С помощью поправок планируется снизить теневой оборот, однако эксперты считают, что такие меры не приведут к ожидаемому результату. Иномарки обложат новыми податями. Этой осенью планируется ввести дополнительный утилизационный сбор на новые и поддержанные импортные автомобили. Под сбор не попадают только иномарки российской сборки. Предполагается, что для новых легковых автомашин сбор составит от 20 до 45 тысяч рублей в зависимости от объема двигателя. Для грузовиков от 150 до 400 тысяч рублей в зависимости от тоннажа. Для поддержанных машин будут применяться повышающие коэффициенты. Например, на поддержанные легковые автомобили ставка может составить от 40 до 600 тысяч рублей. Автосалоны к новому оброку готовы, а вот комиссары ВТО сочли утилизационный сбор несправедливым и могут его опротестовать. Еще не так давно российский рубль был относительно крепок по отношению к доллару и к евро. Казалось, что все прекрасно, и нашу страну на полном серьезе называли «тихой гаванью мировой экономики». И вдруг произошел небольшой, но резкий обвал. Паники, к счастью, не случилось, но граждане всерьез задумались над перспективой национальной валюты. Что с ней будет дальше? Все вернется на круги своя? Или рубль станет бесполезным? Не секрет, что рубль – валюта стабильная, но подверженная влиянию многочисленных внешних факторов. Стоит одному из них из позитивного стать негативным, как национальная валюта начинает падать в цене. Этот процесс называется девальвацией. Проходить он может быстро, а может медленно. Зависит от того, насколько круто изменятся влияющие на рубль факторы. Попробуем выяснить, что же мешает нашей валюте жить спокойно. Я образовываю факторы на экономический и политический. К экономическим факторам относятся влияние цен на нефть мировых, поскольку у нас бюджет строится в России, в основном построенный на ценах на нефть. Второй момент – это состояние платежного баланса России, то есть расчетов международных. И третий момент, наверное, это внутренняя экономика, такие показатели, как ВВП, уровень безработицы. Здесь практически все показатели имеют прямую зависимость. К курсу рубля. Буквально в конце мая цена на нефть марки Brent составляла еще 108 долларов. Дальше на юнских сессиях спустился он до 96 долларов за баррель. Соответственно, это не могло не отразиться на цене на рубль. На сегодняшний день цена на нефть отскочила, и были периоды, когда она превышала 100 долларов за баррель. Тем самым динамика рубля также выглядела положительно. Острая реакция на нефтяные котировки – это мина, на которой Россия подорвалась еще во времена СССР. Стоит им упасть, как в стране тут же начинается финансовый кризис. В этом году бюджет сверстали из расчета 100 долларов за баррель нефти, а она, окаянная, упала ниже этой отметки. Вместе с ней упал и рубль. Но мы знаем, что для поддержания курса валют есть разные инструменты. Разберемся в том, как удержать рубль от падения и можно ли вообще это сделать. Центральный банк с 2005 года начал применять валютные интервенции. Это единственный его метод, который оперативно воздействует на состояние курса. То есть, по сути, валютная интервенция – это покупка или продажа валюты. Делается это за счет валютных резервов. Соответственно, для укрепления рубля Центральный банк, так скажем, распродает свои валютные резервы, выпускает валют на рынок. Соответственно, тоже есть свои минусы. Но зато рубль, по крайней мере, как-то стабилизируется, либо укрепляется. И наоборот, если нужно ослабить рубль в каких-то ситуациях, то идет, наоборот, скупка валюты с рынка. Очевидно, что именно механизм интервенции включил Центробанк, когда рубль начал резко обесцениваться. К счастью, нам помогли еще и цены на нефть, которые после быстрого падения уверенно пошли вверх. Вслед за ними укрепился и рубль. Его стоимость росла на 50 копеек в день, и вскоре его цена достигла отметки, с которой началось падение. Июньский мини-кризис рубля навел шороху среди простых обывателей. Банки отметили повышенный спрос на иностранную валюту, в основном на доллар США. Но нам интересно, что будет с рублем дальше? Как он себя поведет в складывающихся условиях? В оценке дальнейших событий эксперты расходятся. Многие считают, что курс рубля поддерживается искусственно, и что скоро произойдет резкая девальвация. Другие уверены, что пока цены на нефть держатся, ничего страшного не произойдет. Кто прав? Нам видится следующее. Динамика, скорее всего, будет также отрицательная. То есть не исчерпан еще потенциал падения российской валюты, так же, как не исчерпан потенциал снижения нефти. Доллар падает, евро тоже снижение. Я думаю, что меры, принятые Центральным банком, уже имеют свои результаты. Я думаю, в ближайшее время, наверное, стабилизируются в коридоре 31-32. Расхождение экспертных оценок не новость, а не на то и специалисты, чтобы спорить между собой. Но что они посоветуют простым гражданам? Запасаться валютой? Если да, то какой? И что будет с потребительскими ценами в ближайшем будущем? Странение денег все-таки на сегодняшний день, наверное, это в рублях, но как вариант это мультивалютные счета. Другими словами, пока лучше не принимать скоропалительных решений. В первую очередь надо решить все проблемы с банковскими кредитами, если таковые есть. Накопление в иностранной валюте лучше разместить в банке, но и отказываться от рубля тоже не нужно. Эксперты советуют создать мультивалютную финансовую прослойку, которая в случае чего сработает как парашют. Не стоит запасать иностранные деньги чемоданами, особенно это касается евро, ведь никто не знает, чем закончится общеевропейская чехарда. А напоследок совет – не надо бояться, надо следить за финансовыми новостями. Ведь еще Уинстон Черчилль говорил, что любой кризис – это новые возможности. Банк – это сложный финансовый институт, без которого современная жизнь практически невозможна. Однако как оценить надежность банка? Для этого надо изучить его имущество, то есть банковские активы. Под активами банка понимаются различные объекты, в которые размещаются его собственные и заемные ресурсы. Сюда могут входить денежные средства, драгоценные металлы и камни, счета в других кредитных организациях и Банке России. К активам относят и ценные бумаги, вложения в уставные капиталы других компаний, кредитный портфель и имущественные активы. Все это необходимо для того, чтобы банк мог инвестировать в те или иные активы, получать доходы и рассчитываться по своим обязательствам. Эта информация очень цена для клиентов, которые хотят вложить деньги в надежный банк, а не в пустышку. Информация о структуре банковских активов характеризует структуру бизнеса банка. Исходя из ее анализа, можно определить приоритетные направления деятельности для банка. Кроме того, можно получить информацию о стабильности банка, которая формируется, в том числе и в качестве его активов. Как правило, качество активов определяется в зависимости от их ликвидности, объема рисковых активов, удельного веса, критических и неполноценных объемов. От ликвидности активов банка напрямую зависит его стабильность и надежность. Кстати, эта информация не является закрытой. Информация о банках регулярно размещается на сайте Центробанка, а саму отчетность интересующего банка можно легко найти в свободном доступе или на сайте этого банка. Пользуйтесь, анализируйте и делайте правильные выводы. Похоже, на фондовом рынке начался подъем. Долго ли радоваться инвесторам и какие способы работы выбрать? Узнаем в следующем сюжете. Греческие события благотворно повлияли на фондовый рынок. Страсти в Европе немного поутихли. Этот позитив позволил поднять индекс ММВБ к важной отметке 1400 пунктов. Однако на этой неделе ожидалось еще одно важное событие, которое может запросто расстроить инвесторов. Сейчас главными событиями будет выступление, во-первых, Бена Бернанке, это заседание Федрезерва Соединенных Штатов Америки. И все ожидают продолжения количественного смягчения. Как минимум, это продолжение операции «Твист», которая переупаковывает короткие кредиты в более длинные кредиты. То, что касается европейских событий, которые в ближайшую неделю будут происходить, это размещение испанских облигаций, трех шестилетних. Ставки по доходностям приблизились к 7-процентному барьеру, что является, в принципе, критическими. После выступления Бена Бернанке рынок не пошел вверх, как ожидалось. Наоборот, ситуация обострилась, и почти все американские индексы ушли вниз. На российском рынке в начале сессии 21 июня аналитики ожидали открытия в отрицательной зоне. Эксперты полагали, что рынок не сможет подняться выше 1400 пунктов и уйдет вниз. Так что оставшиеся дни недели игрокам лучше выбрать менее рискованную стратегию. Теперь посмотрим, что нас ждет на следующей неделе и каков будет прогноз экспертов. На следующей неделе, в принципе, события рядовые, то есть запасы нефти будут озвучены, но они озвучиваются, собственно говоря, каждую среду, каждой неделе. Дальше будут озвучиваться в США индексы потребительской уверенности. То есть это рядовые события, то есть никаких отчетностей, в принципе, ожидать не приходится. Аналитики предполагают, что в отсутствии ярких новостей на следующей неделе на рынке сложится боковой тренд. Это скучная ситуация, когда направление движения котировок практически не меняется. Хорошо, если тренд пойдет хоть немного в сторону повышения. Глядишь, и без эксцессов до июля дотянем, а там начнутся инвестиционные каникулы. Далеко идущих планов аналитики не строят. Пока еще ситуация не слишком стабильна. Но если что-то изменится, мы вам обязательно об этом расскажем. Увидимся через неделю в мире личных денег. Удачных инвестиций! Субтитры подогнал «Симон»!